Ремонт проведен, но не идеально. Это видят и проверяющие, это признает и директор управляющей компании, показывая городоначальнику результаты работы во дворе на Ленина 90. Изношенность асфальтового покрытия 98%, в том числе изношенность бордюрного камня. Этот двор требует капитального ремонта, а мы сделали текущий ремонт. А вы собрание проводили жильцы? Жильцы согласились именно на эти требования, которые выдвинули вы. Ремонт на скорую руку провели за счет арендных средств, которые зарабатывает дом. А вот на капитальный нужно собирать жильцов. С их согласия. А голосуют за не все собственники жилья. С ними нужно разговаривать. Объяснять, на что в реальности пойдут деньги граждан, отметил Юрий Кузин. И поручил это департаменту ЖКХ. А еще заявил, в тех домах, где есть доля муниципального жилья, город будет участвовать в капремонтах дворов. В том числе материально. Мы готовы по аналогичной схеме участвовать и в реконструкции дворовых территорий. Создание и организации парковок, организации детских игровых площадок, озеленении и цветочном оформлении. То есть по всем вопросам мы готовы идти на встречу и не просто положительно голосовать, но и планировать выделять денежные средства. Кстати о парковках. Ленина 107, проезд Тулский, авто ставят на газон. Все тут ставят машины, к садику ездят. Бывает, вот надо разгрузиться, а с деревни приедешь. Никак? 130 протоколов составлено за этот период, соответственно, столько же людей. Сколько при этом было рецидивных нарушений? Порядка 12 процентов, Александрич. А третий, четвертый раз людей привлекали к ответственности? Александрич, конечно же, привлекали. Решение построить нормальную парковку жильцы должны принять со дня на день. Как отметил гендиректор управляющей компании, в случае положительного вердикта к концу октября все будет готово. Однако торопиться не нужно, посоветовал мэр. Работы выполнять только при благоприятной погоде. К слову о качестве, в этом же дворе на новом асфальтном покрытии уже образовалась ямка. Глава управляющей компании обещал проблему устранить. А вот в этом дворе на спортивной 14 коммунальщики будут устранять проблемы по-новому. Вновление в работу муниципального предприятия городского жилищного хозяйства новых стандартов качества по обслуживанию жилого фонда, предпринимательных территорий. Сейчас проводится, как вы знаете, последнее согласование. В том числе и по источникам финансирования. Источники финансирования, и собственные оборотные средства предприятия. Это выход на работу и с финансовыми учреждениями. Оценить работу коммунальщиков по новым стандартам жильцы смогут уже совсем скоро. А пока свою оценку о работе всех управляющих компаний и департаменту ЖКХ дал городоначальник. Хорошо поработали, в городе осталось менее 10% проблемных дворов. В следующем году дойдет очередь и до них. Также на будущий год город планирует завершить ремонт дорог на межквартальных проездах. Ну а глобальная задача на 2016 год – 70% безаварийных дорог. Вера Кучеренко, Дмитрий Махов, Новости.